Мы не допустим, чтобы федеральные деньги нам разрушили за один день, как хотите. Мы просто на самом деле вас не пустим. Вызовем ГАИ, кого угодно. Мы вам давали очень много времени. Вы не можете понудить собственников земельного участка к оформлению данного сертификата, потому что у вас есть иной доступ к вашему зданию. Вам изначально было предложено перенести разгрузочную площадку на другую сторону, и было достаточно времени. Мы первый раз когда встречались? Год назад. Год назад. Боссы и поныне там. Вы нам давали обещание о том, что все деньги, финансирование вам утверждено, но не принято решение о сроках. Поясните, пожалуйста, в настоящее время. Работы ориентировочные начнутся 21 августа, и они будут продолжаться до второй половины сентября, то есть с 21 по 18 сентября. Возможно, работы начнутся раньше, в зависимости от скорости именно поступления денежных средств на реализацию данного проекта. А у вас подрядчик уже определен? Да, подрядчик определен. Сейчас идет подписание договора с ним, выделяются деньги на проведение данных работ, и, соответственно, работы будут реализованы. То есть у нас машина будет подъезжать со стороны улицы Юбилейная, то есть здесь ее не будет, то есть транспортные тележки, то есть, ну, потому что приходит, именно товар будет кататься по боковой стене здания, то есть по специально построенной рампе, и завозиться, получается, вот в эти двери. Жители стали поставили заграждения с помощью управляющей компании. Эти заграждения были тут же снесены машинами, отодвинуты. Угол действительно у них уже раскопан до ям. Все, дальше уже некуда. То есть опасения у них реально за свой дом. Но это не единственная проблема. Начинает въезд фура с командарма Белова, то есть она заезжает на газон нашего 17-го дома. Иногда она разворачивается и умудряется проехать до дверей входных в подъезд, упираясь в скамейку и сломав свой бампер. Мы установили камеры видеонаблюдения. У нас все зафиксировано. Нам обещано скамейку отремонтировать, так все, воз и ныне там.